Андрей, привет! Сеня, здравствуй, здравствуй! Дорогие друзья, у нас сегодня в меню мясо по-капитански и готовит нам его замечательный специалист по детской медицине Ксения Лычининова, директор сети клиник Аленка. У меня есть вопрос такой, сразу на засыпку. Отличается ли чем-то детская медицина, как ты считаешь, от взрослых? Как такого основного отличия нет. Наверное, самое то, что может быть заметно, это то, что детей мы лечим, а взрослые не хотят лечиться. О детях мы заботимся, да, о себе нет, поэтому сегодня поговорим в том числе и об этом и готовим мясо по-капитански. Музей Челябинского метеорита, вот, в 2013 году, который приземлился, вот в этот музей ходил. Там обломки самого метеорита, ну и фрагменты всевозможные. Поэтому мы решили пригласить четверку раскрепощенных студентов колледжа культуры. Всем алоха! Музей Челябинский метеоритет Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Есть Тодей. С вами ее ведущий Андрей Кравчук. С нами по традиции наш генеральный партнер, группа предприятий Янта. Янта. Продукты для всей семьи. Янта. Майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой. Янта. Есть вкусно! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Есть Тодей. В студии Андрей Кравчук. У нас в гостях сегодня замечательный кулинар, руководитель сети медицинских клиник Ксения Лученинова. И мы сегодня готовим мясо по-капитански. Сегодня мы поговорим о детской медицине. И мы уже, если вы наш анонс видели, обсуждали эту историю, что чем, есть ли вообще отличия детской медицины, взрослой медицине. На самом деле, ключевое отличие в том, что о детском здоровье как-то родители заботятся, при этом в это время же свое же здоровье, в общем-то, игнорируют. И на самом деле, полезно лучше заранее. И вообще, как это, цель медицины, это, по большому счету, профилактика, а не вот эта борьба потом с последствиями. И это то, на что и вы, в общем-то, ориентируетесь в своей работе. И сегодня мы как раз об этом поговорим, на что обращать внимание, какие есть все-таки нюансы с детьми, потому что не все дети могут рассказать о том, что у них, особенно маленькие, взрослыми проще. Так как я вспоминаю анекдот про ветеринара, когда он пришел к терапевту, смотреть, как он работает, и садится, приходит пациент, и терапевт говорит, ну, рассказывайте. Ветеринар такой, блин, а что так вообще реально можно? У ветеринара, в общем-то, проблема с тем, что пациент вообще ничего никогда не может рассказать. Да, с маленькими то же самое. Вот, обо всем этом поговорим. И как все-таки профилактикой заниматься больше, на что обращать внимание, вот, я думаю, что сегодня мы посвятим нашу передачу этому. И параллельно будем готовить мясо по-капитански. И идеальный рецепт, так сказать, если нужно быстро, вкусно и много. У нас картофель, мы уже его подготовили, начистили. Так, мясо, в данном случае у нас свинина, но свинина более здесь, наверное, самая подходящая, да, потому что она быстро достаточно готовится. Уже говядину там запекать устанешь, как бы, да, ну, не говоришь уже про баранину и все прочее. Свинина. Сыр, сметана у нас это пойдет. Стрезый соус. Есть еще соевый соус, да, у нас, как обычно, прячется. Мы используем вот такой замечательный китайский. Вот. И сейчас мы это все дело соединим вот в эту замечательную форму и будем запекать. Сейчас пока небольшой перерыв на новости. Ну что, приступим? Да, можешь меня использовать как грубую физическую силу. Хорошо, отлично. Вот. Это мы любим. Командуй, что мы делаем. Какой порядок. Ну, я могу, в принципе, мясо тоненько нарезать. Совсем тоненько. Ну. Давай, ты нарезаешь мясо, я занимаюсь картошкой. Все, договорились. Разбираем досточки. Да. Я тебе подам вот эту досточку. Давай мне вот эту. Есть у тебя какая-то история, как ты вообще попала в медицину? Ну, ты же менеджер, да? То есть ты управленец. Да, да, конечно. Как ты попала в медицину вообще? Работа тебя нашла или ты нашла работу? Ну, все сразу одновременно так получилось. Я в детской клинике Аленка работаю уже 5 лет. Так, вот так нормально же смотри. Можно же потоньше чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, вот так. В марте месяце у меня было 5 лет. Пришла я изначально юристом, потом я стала административным директором, потом заместителем генерального директора, и вот уже как полтора года я исполнительный директор. Ну, то есть, в принципе. Да, то есть была такая небольшая лесенка. Карьера прям получилась. Да, карьерный рост получился. До того, как я попала в детскую клинику Аленка, я сама была клиентом этой клиники. То есть так получилось. Да, моему ребенку уже 8 лет, и мы с рождения наблюдаемся в этой клинике. То есть я с ней была знакома, и, конечно же, мне очень все нравилось. Нравилось, как работают администраторы, какие врачи. То есть мне все нравилось. И когда меня пригласили на работу, я не раздумывала о том, чтобы выйти туда работать. И со временем просто все больше и больше процессов стало интересовать меня, как это все происходит. Это тоже не только как юрист, да, смотришь за рабочим процессом. Да, да, да. Что это вот кусочек, не знаю, его порезать? Да его можно так прям оставить. Давай так оставим. Он толстый. Потолще немножко. Давайте попробую так сделать. Да, так, можно вот сделать и все. Вот, и потом стали, да, втянулось в административные процессы. А медицинские вот эти терминологии, вот эти все какие-то, ну там же… Все просто по ходу как-то начинаешь схватывать, запоминаешь. Ну, и юридическая часть медицинского сервиса, она тоже подразумевает там владение, да? Ну, определенными понятиями, да, в виде там услуга или пациент, клиент, да. То есть все время у нас идет спор, кто у нас пациент или клиент. Как я всегда на это люблю отвечать, у нас и пациенты, и клиенты. Наш пациент – это маленький ребенок, а наш клиент – это его родители. А, ну все-таки вот, ну, типа юридическое разделение, да? Значит, будем подмариновывать или просто наложим, потом сверху уже все запарим? Я думаю, просто можно наложить и потом соус. Ну вот, смотрите, получилось вот. Не сильно тонко, не сильно толсто. Сильно тонко не стоит резать, потому что оно может начать, ну, высохнет и, значит, подбирать. Да, оно высохо. Нам нужно его еще отбить. Сейчас, да, я с доски его убираю. Вот. Ну и вот твои наблюдения, как уже человека погруженного, да, в этот процесс. То, что мы вначале, я уже озвучил, да, Иванович? По поводу разницы. Разницы, да. Да. Что-то подход. Да, конечно, чем больше работаешь, тем больше замечаешь реакцию родителей на болезни детей. И мы всегда говорим о том, что не нужно затягивать, не нужно ждать, пока у ребенка поднимется температура 40. Или наоборот, когда уже он там весь чем-то покрылся и начинаешь. Лучше обращаться к специалистам. Конечно. И самому лучше не делать этого самолечения. Первая важная такая фабула, да, не занимайтесь самолечением и с собой, и с детьми. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на прогноз погоды. Я пока постучу мясо, чтобы это у нас не грохотать здесь в эфире, как говорится. А сейчас мы прервемся на зарядку. Здравствуйте. Меня зовут Валерия Коваленко. И сегодня мы будем делать тренировку на грудные мышцы. Эта тренировка поможет сделать ваше декольте более красивым и выразительным. Первое упражнение – отжимания с колен. Нам понадобится коврик. Руки чуть шире плеч. Спина и бедро – одна линия. На вдохе руки сгибаем в локтя и опускаемся вниз. На выдохе отжались. Вдох. Выдох. Лопатки собираем в нижней точке. Следующее упражнение у нас бабочка. На выдохе собираем руки в центре. Лопатки собираются. Локти смотрят назад. Фиксация в конечной точке. Следующее упражнение – жим гантелей, лежа на скамье. Также это упражнение можно выполнять со штангой. Руки выводим вверх. Стопы стоят на полу. На вдохе начинаем сгибать руки в локти и опускать гантели. Лопатки собираются. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Мы закончили нашу тренировку на грудные мышцы. Эти упражнения помогут сделать вам зону декольте более выразительной и красивой. Всем пока! Дорогие друзья, ну вот мясо отбито. Такая вот эта замечательная штука, она прям быстро-быстро, не надо избивать его, это мясо. Иголочками так вот проткнули. Вот, оно у нас пока просто лежит. Картошку Ксения нарезала. Следующий шаг. Давай, ты натираешь сыр, я делаю соус. Я натираю сыр, окей, ты делаешь соус. Вот ты начала, история с того, что ты сама сначала была клиентом. И есть до сих пор. И до сих пор. Ну, то есть, вот это важно. Это очень важно. Знаете, говорит, я работаю на колбасной фабрике, колбасу не ем. Нет, здесь все-таки сама свой клиент. И это стимулирует на то, чтобы с врачей больше требовать? Или все-таки вот это, ну, нет такого, что вот эта история, как для себя. Ну, в смысле, и для себя, и для клиентов это все равно как стандарт качества. Всегда что-то лучше делать, всегда развиваться, всегда расти. Но себя как индикатор, да, использовать. Да. У нас вообще, в принципе, есть такое негласное правило, что мы не делаем различий, кто к нам пришел. У нас с прошлого года проводится операция по ОМС. Это медицинское страхование? Да, это бесплатная операция, ну, в стенах нашей клиники. И у нас... Это или мелкая? Ну, можно крупная. А крупная. У нас нет различия, какой у нас пациент. Пришел он к нам за деньги или пришел он нам бесплатно, за него нам потом заплатят по одному тарифу, по другому. И то же самое не имеет значения, чей ребенок пришел. Пришел ребенок директора, пришел ребенок нашей там... Уборщицы, это не важно. Да, салитарочки, вообще не имеет значения. У нас также в клинике действует для всех наших сотрудников. У нас есть такие, типа, свой ДМС, свой корпоративный полис. И, соответственно, ну, как бы есть возможность обслуживаться в нашей клинике полностью бесплатно. У сотрудников. И очень приятно, что многие сотрудники, да не многие, все сотрудники, на самом деле посещают нашу клинику. И для меня было большим показателем, когда мы начали делать операции. У нас стоматология под общим наркозом проводится. И когда наши сотрудники стали своих детей к нам приводить на операции и лечить, чтобы под общим наркозом. Доверие – это самое важное, главное, что вообще может быть. Вот. И это большой такой показатель того, что все у нас хорошо, мы все правильно делаем. Ну, и как бы помогает улучшение сервиса, что свои собственные дети ходят к вам, да, то есть ты можешь понаблюдать его. И улучшить все процессы. Как всегда, все смеются. Ну, получается так, что я там то на выходных заеду в клинику, то вечером поднимусь, то там с моим ребенком, он у меня вечно что-то с ним происходит. У меня все всегда смеются, говорят, если Ксения Сергеевна поднимается, значит, обязательно что-то будет не так. Ну, требовательность – это, кстати, я, как консультант по управлению, да, могу сказать, что требовательность – это один из важных вообще критериев для бизнеса, ну, чтобы он рос. Шкала. У нас всегда высокая шкала, и мы к ней стремимся, потому что вообще нет предела совершенства. Моя коллега говорит, что если у вас там бизнес не растет там выше 100 миллионов, у вас проблема как раз-таки с требовательностью. То есть если уходить, чтобы он вырос, надо требовать. У нас сейчас опять очередной перерыв на погоду теперь. Так, ну, сыр я дотираю, ну, еще где-то вот половиночку, да, от этого сейчас… Да, прям, да, 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 даже можно поменьше. Вот эту твердую сторону, наверное, даже подсохшую. Так, про соус расскажи, пожалуйста. Что у нас в соусе? Самый простой соус. Многие используют майонез. Я не использую никогда майонез. У меня, слава богу, никто в семье его не любит, к нему не привыкший. Сметана – это хороший заменитель. Да? Можно сметанку, соевый соус, специи любые какие, можно найти там всякие травочки какие-нибудь для мяска, что угодно. И водичкой разбавить, чтобы он был такой более… Чтобы залить это все. Да, чтобы залить и чтобы у нас получилось, он так прям впитается, мяско будет мягкое, картошечка будет такая прям запеченная. Картошка как бы подвалится и запечется. Кстати, вот про животные жиры интересный тоже момент такой, что вот некоторые говорят, животные жиры, холестерин. Но опять же, я сам с врачами много общался, да, и общаюсь. И на самом деле животный жир и холестерин очень нужен для организма, в том числе и ребенка. Потому что, во-первых, из животного жира строятся мембраны клеточные из холестерина, он там в каких-то еще обменах участвует. И вообще, так, для мужчин и для мальчиков тестостерон. В основе тестостерона холестерин вообще, то есть организм из холестерина строится, поэтому парням особенно полезно. Ну, в сметаночке есть. В сметане есть, и в сыре животные жиры. В сыре будет, и все это будет. У нас-то здесь как бы растительного жира-то и нет, в общем-то, получается. У нас это животный жир. И детям, ну, вот эти вот истории про то, что там холестерин и холестерин, это в организме все важно. Главное меру знать. Меру, правильно. Во всем должна быть мера. Так, ну что? Ну что, можно... У нас, в принципе, основное все готово. Выкладывать? Я сырок пока вот я красивый положу. Начинаем... С формы, мясо туда выкладываем. Мясо на дно. Да. Так. А у нас он зальется же, получается. Поэтому мазать мы ничем не будем. Нет, мы ничем не будем промазывать форму. Достаточно нашего соуса. Так. Свинина, кстати, такая очень хорошая. За продукты отдельно хочу поблагодарить. У нас торговый комплекс центральный, который нам предоставляет эти вкусные продукты для приготовления. Свинина у нас оттуда, сметана, картошка. Так. Слушай, ну вот прям хватает красиво все. Постелить. Застелить мясо. Прям идеально. Кусок подобрали под форму. Да. И поверх выкладываем картошечку. Картошку в один слой делаешь? Или как? У меня очень любят все картошку, поэтому я ее кладу больше. Можно и больше. Да, потому что на один кусок мяса забирают картошки намного больше. Просто аккуратно, не так наваливаешь, а просто раскладываешь. Ну, слоями, слоями, чтобы ее. А можно между слоями сырком, да, пересыпать? Или картошка потом уже сверху сырит? Сыр вообще лучше добавлять минут за 10 до конца. А, его подплавить в конце, чтобы он просто покрыл. А картошкой у нас? Он просто корочкой покрывает, и очень все хорошо получается. Поэтому я тогда вот красивую эту нашу курку вот так оставлю. Сейчас вдруг пахнет вкусно, прям аппетитно. Ну, у нас получилось в 1, там, в 0,25, в 1,25 слоя. Ну, главное, все мясо закрыто, уже хорошо. Да, мясо покрыто. Этого достаточно. Нам же надо, чтобы все у нас все-таки пропеклось. Заливаем соусом, да? Да. Вот такая вот красота у нас получилась. И мы сейчас, у нас перерыв на рекламу. Я еще раз хочу поблагодарить торговый комплекс центральный за предоставленные продукты. Мы сейчас в перерыве это все уберем в духовку. И продолжим. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа Есть Тодей. С вами ее ведущий Андрей Кравчук. С нами по традиции наш генеральный партнер, группа предприятий Янта. Янта. Продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу. Такой нежный, такой густой. Янта. Есть вкусно. Здравствуйте, снова, дорогие друзья. У нас в гостях в студии Есть Тодей Ксения Лученинова, руководитель сети детских клиник «Каленка». Мы уже, в общем-то, почти приготовили и спрятали в духовку мясо по-капитански у нас. Состав у нас очень простой. Свинина, картошечка. Все это мы плоско нарезали. Сложили в форму. Залили соусом. Соус тоже очень простой. Сметана, соевый соус, водичка и приправы, какие вам нравятся. Специи там для мяса. Сейчас мы это печем. Но, так как у нас тема детская медицина, мы решили вам сейчас, пока мы ждем, когда подготовится у нас блюдо, поговорить про лайфхаки. Такие родительские лайфхаки про медицину. Например, один из таких, ну реально, наверное, животрепещущих вопросов. Дети боятся врачей. Вот твой ребенок боится докторов или нет? Что ты делала? Как, как? Мой ребенок не боится. Это совершенно никак не связано с тем, что я работаю в детской клинике. Ну, тем более, что вы ходили еще до того, как начала там работать. Да, когда я говорила, что мы начали там работать, и получилось так, что он у меня с рождения знал своего доктора. Мы были на договоре. Есть у нас в клинике годовые программы. А, то есть сразу с детства? Да, и у нас один и тот же педиатр, который знает моего ребенка, который знает меня, ребенок знает его. Вообще иногда кажется, что это реально становится как член семьи, потому что… То есть, ну вот это не таскать ребенка из клиники в клинику? Все-таки познакомить с одним доктором? Да. И от этого у тебя, то есть, получается, какие преимущества? Тебе не нужно заново все время рассказывать анамнез, его жизни, как ты все там, начиная с первых дней его жизни, чем он болел, на какие антибиотики он пил, и пил ли он их вообще. То есть, педиатр с рождения, там, с грудного возраста, кто с какого хочет, у меня педиатр появился. То есть, у тебя уже 8-8 лет уже дружит, так сказать, с доктором ребенок. То есть, нам был месяц, когда у нас появился наш педиатр, и все, после этого, мне кажется, вообще столько головных болей ушло. У меня сестра пришла на этот договор, когда они три раза полежали в больнице с третьим своим ребенком, и моей племянницей было на тот момент 3 года, и она говорит, почему ты мне раньше не сказала, что вообще так можно, и многие вопросы можно решать вообще просто по телефону. То есть, у твоего ребенка там поднялась температура, или что-то болит, или еще что-то, и ты можешь сразу спросить, каковы твои следующие действия. То есть, найдите себе клинику, в которой есть такой сервис, как домашняя. А детская клиника, Аленка. Не надо ничего искать. Нас ругают, что мы рекламируем всегда. Ладно, я не буду рекламироваться. Перерыв у нас на рубрику. Рубрика «Лого-игры» – это тоже детская тема. «Лого» – это игра с логопедом. Об этом поговорим давай после перерыва, как вы на это смотрите, что вы с этим делаете. «Лого-игры». Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам занятие по автоматизации звука «Р». Мы варенье крепким чаем всех знакомых угощаем. С губ сотрем следы варенья. Угощение обедение. Смотрим в зеркало и облизываем губки наши, как будто мы их испачкали вареньем по кругу. Молодцы! «Дудочка, гуди сильней, созовем мы всех друзей». Сделаем друг дудочку из языка. Посмотрели в зеркало, какая у нас дудочка получается красивая. Спрятали дудочку. Спрятали дудочку. Снова сделали. Дудочка, спрятали. Дудочка, спрятали. Барабана страшный гром оглушит огромный дом. Стучим, как барабанчик, в потолочек. Каждый пальчик здоровается с большим пальчиком. Молодцы! Все поздоровались по очереди. Теперь здороваемся с указательным пальчиком. Там, где синяя собачка, здороваемся. Так, хорошо. Хорошо. А можно, Настя, я тебе одену? Зайчика. Можно? Здоровается с каждым. Так. Это не так-то легко сделать. Так. Хорошо. Молодцы! Умнички! Сегодня я покажу вам некоторые упражнения для гимнастики мозга. Первое упражнение называется «Колечки». Мы делаем их из пальчиков. Соединяем поочередно большой пальчик и указательный. Большой, средний, большой, безымянный, большой мизинчик. И шагаем обратно. После того, как дети научились соединять поочередно пальчики, можно делать из них колечки или цепочки. Вот таким образом соединяем их. Также по очереди от большого до мизинчика и обратно. Возьми, пожалуйста, трубочку. Нужно, чтобы у змейки зашевелился вот этот язычок. Давай попробуем. Молодец! Еще! Вот как замечательно дует змейка! Молодец! И еще разок! Молодцы! Хорошо! Большое яблоко – это будет долгий хлопок, громкий. А маленькое яблочко – короткий хлопок. И мы с вами будем прохлопывать ритм. Попробуем? Приготовили ручки. Тушки, татушки, сделаем хлопушки. Хлопаем. Хорошо! Это упражнение направлено на развитие ритмической стороны речи. Оно помогает в том, чтобы детки в дальнейшем учились не путать слоги в словах сложной слоговой структуры. Такие как строительство, водопроводчик, аквариум. Усложняем задание. Готовы? Да. Давайте вместе. Тушки, татушки, сделаем хлопушки. Хорошо! Тушки, татушки, сделаем топотушки. Тушки, татушки, сделаем бомбушки. Раз, 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 два, три. Хорошо! В этом слове три слога. Умничка! Настя? Настя? Кто это у тебя? Комар. Два. 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 Хорошо. Так. Рысь. Рысь, конечно. Давай, Ксюша. Рысь. Хорошо. Сколько? Один. Один. Давай скажем красиво. В этом слове? В этом слове один слог. Умничка! Это дедушка. Два, 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 три слога. Умничка! Дедушка! Уважаемые родители, не экономьте на детях время, занимайтесь с ними. Это все благодарное дело. Вы потом обязательно получите плоды, когда ваши дети будут учиться легко, с радостью, у них будет все получаться. Про логопеда. Ты сама как наблюдаешь за процессом, да? Есть ли какое-то там, ну, во-первых, какие-то внешние причины, то есть, почему дети говорят, ну, нужно их вести к логопеду? Это как-то ведь культуральная какая-то история, или это все-таки какая-то физиология, или что это? Как ты считаешь? Ну, тут можно только на свой-то опыт основываться. А у тебя как было? Я была маленькая, я ходила к логопеду. Я вообще слоги меняю местами, иногда, у меня даже сейчас такое происходит, когда длинные какие-то слова, я могу спокойно раз-раз поменять их местами, и все на этом. Вот. И мой ребенок тоже ходил к логопеду. То есть это какие-то, ну, такие врожденные, что ли, логопедические стратегии? Да, а звуки, наверное, как всем детям, он у меня очень рано заговорил, и, в принципе, как бы говорил много и хорошо, но все равно ближе к школе мы годик отходили для того, чтобы совершенно не было у нас никаких проблем. Это все равно развитие речи, это чтение. Вообще полезно речь развивать. Конечно. И даже там не только детям. И взрослым в том числе всегда полезно все это делать. Ну, у меня коллега занимается там постановкой речи, там, для руководителей, то есть для взрослых уже. Я сейчас посещаю такие курсы. Посещаешь такие курсы, как тебе нравится? Да, очень нравится. Я в свое время тоже помню, у меня было, ну, я ходил вокалом занимался там год примерно, когда вот коровки все эти появились, у меня друзья знакомые, она вокал преподает, говорят, слушай, ну, у тебя вроде голос есть, но поешь, ты как бы фиголог. Давай ты ко мне походи, и вот я позанимался год, и сколько уже этим пользуюсь, навыкам уже там больше 20 лет. Очень круто. И мне очень это пригодилось, и рекомендую и ребенка, и к логопеду сводить, вот это вот не надо затягивать, когда взрослый там уже половозрелый человек говорит как-то невнятно, не экономьте на этом, как минимум, да, что речь – это одна из важных составляющих нашей жизни в любом случае, поэтому к логопеду обращайтесь, и во взрослом состоянии тоже походите на курсы ораторского мастерства или куда-то, это очень интересно, очень полезно. И жизнь даже у людей меняется после этого, когда человек по-другому себя… Раскрываешься, да. Как это? По-другому себя презентует, по-другому себя проявляет в разговоре и в речи. Какие-то у тебя есть там лайфхаки, может быть, секреты, как, ну вот эти межсезонные вот эти вещи, как вы проходите, то есть как у тебя дети, как все болеют, или все-таки ты… Как все болеют, ну, ребенок. То есть сезонные все эти вещи, то есть закалкивают все истории, это не занимаетесь или… Лично я не занимаюсь, очень жалею, что не стала этим заниматься, потому что я знаю, что наши многие доктора рекомендуют, и у кого собственные дети этим занимаются, реально дети болеют намного. То есть уже у вас в коллективе есть, так сказать, статистика, наблюдение, то есть как это… Медицинский коллектив – это такой научно-исследовательский институт одновременно, да? Конечно, все делятся между собой. Обмен и профессиональный, то есть и есть наблюдение, что дети там врачей, дети сотрудников, кто там закалкой занимается и прочее, у них все-таки по-другому. Да, да, и на самом деле по-другому, и они всегда повторяют, что вообще не поздно начать, я вот все, как говорится, собираюсь с духом, что мы тоже начнем это делать, и ему, и мне, это всем вообще полезно, потому что мы тоже люди, все зимой у нас все ходят немножко приболев. У меня тоже есть, можно там пару передач снять мои наблюдения, как это у взрослых происходит, это, ну, по себе могу сказать, да, с детьми тоже это самое. Вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв на сюжет и продолжим. Кошки знают клички своих друзей, утверждают ученые. В экспериментах участвовали 48 животных. Кошкам показывали фотографии знакомых питомцев, параллельно выкрикивая их клички, настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше. В Парагвае серпентолог выкопал во дворе яму и нашел в ней новый вид змей. Ареал неядовитых фаларис настолько мал, что исследователи сразу отнесли ее к видам, находящимися под угрозой исчезновения. Пока найдено только три особи. В бразильском торговом центре в Сан-Паулу начал работать российский робот-консультант. Он рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу. Только за первую неделю работы робот пообщался более чем с тремя тысячами посетителей. Мы снова в студии, у нас такое получился, так как вот замечательное, кстати, блюдо, да. Мы буквально сколько там, за 10 минут все нарезали, все это самое. Мы теперь спокойно можем просто разговаривать и любоваться на сыр. У нас, кстати, время скоро будет доставать. Думаю, может быть, мы после первого, следующего уже достанем и засыпем это сыром. И у меня мысль такая возникла сейчас еще, ну, ты как-то человек, работающий в сфере медицины, наблюдающий за всеми этими вещами, как ты к народным вот этим всем средствам относишься. Ну, ты не говоришь, там, чаю с медом там попей, типа, и все пройдет. Ну, как бы там, малина, вот эти все. Оно, ну, мое мнение, что оно не исключает, да, ну, наверное, поддержка какая-то есть. Как вот ты сама используешь, там, вот эти все, там, меды, молоко, подышать над картошкой, вот это все, как оно. Ну, подышать над картошкой нет. Как ваши специалисты к этому относятся? Ну, я так могу сказать, что когда я была маленькая, я редко болела, но когда болела, передо мной всегда стояла банка малины. А, то есть у тебя был такой допинг малины. У меня вот такое прям четкое воспоминание, что бабушка мне еще варила вот молоко, кипятила, и туда вот масло и мед добавляла. И мне казалось, что туда реально выпиваешь, прям вообще все проходит, вот прям огурчиком становишься и готов уже там идти завтра уже куда-нибудь. Попогорять вершины, да? Да. Что касается своего ребенка, да, то есть у тебя здесь такая сразу долечка ответственности появляется, и ты думаешь, ну, наверное, пока не малинку. Все-таки к врачу сходят, да? Да, мы сходим вот к врачу, сдадим кровь, и нам скажут, что делать. Но никто не отменяет. То есть мы вообще всегда по лечению стараемся сначала вылечиться тем, что там каким-то аквалором, ну, то есть то, что не будет сильно губить организм. Не медикаментозно. Да, не так вот прям, что сразу бац, тебе сразу же антибиотики, антибиотики, то есть это самый последний момент. Ну, желательно вообще с ними как можно меньше баловаться. То есть вот постараемся выйти без них. И в это все я все равно добавляю. То есть если у ребенка болит горло, то я ему тоже делаю молоко, как мне делала моя бабушка. Папа мне сразу привозит банку малины. Папа запасается. Да, что малина, ну, это иммунитет, это вообще как бы, ну, все. Ну, это тоже неоспоримое, как бы что. Да, и никто не убирает. То есть есть такое простое правило, которое вообще назначают все врачи, про которое, мне кажется, мы пренебрегаем немного, это пить. Когда ты вообще, в принципе, болеешь, это нужно много пить теплого. Теплого жидкости. Компот, вообще все что угодно. Именно теплого. Да, теплого. И это вообще, в принципе, все помогает. У тебя это все смывает, как я понимаю. А, ну, еще слизистые все омываются. И как бы не надо вот это вот или-или. Это, кстати, проблема во многих сферах. Можно и-и. Можно горькую пилюлю заесть сладким вареньем. Вот у нас очередной перерыв на рекламу. И я хочу поблагодарить нашего еще одного партнера, компанию «Чистый дом». Видишь, как у нас здесь? Как в операционной практически, в общем-то, да. Компания «Чистый дом» предоставляет нам бытовую химию. Мы моем ей посуду и вот плиту чистим, все здесь убираем. Сейчас очень у них новая такая, новый продукт появился – концентраты. То есть там литровая бутылка, буквально ее хватает, не знаю, на год. И вам рекомендую эти все замечательные предметы бытовой химию. Можно приобрести в компании «Чистый дом» по адресам Тимирязева, 29, Советская, 76. И сейчас у нас реклама. Дорогие друзья, я вот уже подготовился, взял полотенце, чтобы не обжечься. Я сейчас достану. Ой, а как пахнет, слушай. Ну, мы на камеру сейчас достанем эту штуку. А вообще, в принципе, можно особо и не доставать. Там чуть подвинул, выдвинул ее из печи, да. А я вот так вот сделаю. Раз. У нас уже даже картошка, смотрите, начала зарумяниваться. Я ее попробовал, такая у нас аль денте. То есть ее уже можно есть, но она еще чуть-чуть такая твердоватая. Сейчас она под сыром, у нас под шапочкой подпечется. Сыр заплавится. Огня можно даже больше, да, добавить? Не надо. У нас вот это все, вся эта радость готовилась 15 минут на 220 градусах. Две стороны нагрев, то есть снизу вверх. Стоит, сейчас покажу как. И включен вентилятор. Так, теперь я с этой стороны загружу. Смотрите. Смотрите, стоит она у нас на низу, на нижней части. И на это все дует у нас горячий воздух. Все. Буквально там засекаем мы. Минут 10. Минут 10. Вот сейчас ждем. Тоску, наверное, можно не убирать, потом мы на нее и достанем. Да. Полотенце я вот здесь положу. Ну, в общем, пока сыр плавится, у меня еще один такой вопрос возник. Вот такой экстренный набор какой-то, вот у тебя дома есть какой-то набор мамы, да, экстренный набор медицинский мамы. Что держишь в аптечке, вот как бы в детской? Ну, вообще аптечка собирается по ходу, пока ребенок болеет. Ну, следить за тем, как бы оставшиеся. Оставшиеся пилюли после приема. Но, мне кажется, самая первая аптечка, которая была хорошо собрана, это когда нам был год, и мы первый раз полетели в Таиланд. И мы пришли к своему педиатру, и я говорю, что мне нужно взять. Я с ребенком на два месяца улетаю. И вот там был составлен список, в котором было от температуры, от живота, от аллергии, там, ну, и вообще на все случаи жизни. Ну, основные такие. Да, и я вот этим списком стараюсь вообще придерживаться. То есть летом мы уезжаем на моря, я так открываю свою отчасти. Тревизию наводишь, да? Раз, так-так-так-так, подсобирала. Ну, что-то жаропонижающее. Да, обязательно жаропонижающее. А зеленка, кстати, вообще как сейчас современная медицина смотреть на зеленку? Мы пользуемся йодом. А, тоже спиртовый расход. Да, самое что, сейчас эти карандашики, они очень хорошо вообще заходят. В ониоцин можно. Потому что говорят, что зеленка вообще только в России она существует, ну, как в Высшем Советском Союзе. Мне кажется, что зеленка пугает. Вот когда ребенок почему-то видит что-то, что сейчас будет зеленое наносить, он 100% уверен, что сейчас будет ему больно. Поэтому он проще йодик, он плюс сам на себе так порисовал, поспроизовал сначала. А мед, он, йод этот сейчас детский, я просто не в курсе, он спиртовой? Карандашиком прям, да, он, да, да, да. Он как гель такой, да, получается? Ну, как фломастер, я больше бы сказала. Причем ты ему сначала даешь, он и тебе попробует это, а он что там, сразу же смывается, впитывается же, его и не будет. Можно порисовать на нем, пописать. Да, порисовать, да. У нас сейчас перерыв на рубрику «Неботань», и как раз там тоже дети соревнуются в эрудиции. И вот я сегодня тоже что-то новое узнал, что есть, кажется, такой йодовый карандаш. У меня йод всегда вот такой бутылок. Поэтому у нас «Неботань». Добрый день, это рубрика «Неботань», и я ее ведущий, Илья Ильич. Здесь школьники меряются эрудицией. Отправили мы наших школьничков на летние каникулы. Но не оставляют же вас одних на момент межсезонья. Поэтому мы решили пригласить четверку раскрепощенных студентов колледжа культуры, а именно Гарника и Влада, для того, чтобы выяснить, что же в их головах осталось из курса школьного. Так, ну, собственно, я студент второго курса Приморского краевого колледжа культуры. Мне 18 лет. Зовут меня Гарник. Всем привет. Я студент второго курса колледжа культуры. Мне 17 лет. Меня зовут Влад. Всем алоха! Объясняю вам правила нашей игры. 6 вопросов, 10 секунд на раздумье. И если готовы ответить, то сигнальте в игрушку, которая рядом с вами. Проверяйте игрушки. Возьмете конфету, если ответ будет правильный. Итак, вопрос номер 1. Слушаем внимательно. Это литературное произведение большого объема, в котором развернуто рассказывается о событиях в жизни главных действующих лиц и их судьбах. Роман. Роман. Верный ответ. Бери скорее единицы. Итак, вопрос номер 2. Так называют деревянный или металлический станок для живописи, на котором различной высоте и различным наклоном укрепляются подрамник с холстом. Картон или доска. Мольберт. Мольберт. Тоже верный ответ. Бери. Второй леденец. Уходишь вперед. Влад, соберись. Третий вопрос. Это геометрическая фигура, образованная множеством точек, последовательно расположенных друг за другом. Ну, вы же знаете. Ну, давайте. Пока я не нажал. График. Мимо. Твой вариант. Раз, два, три. Прямая? Нет. Линия. Прямая может быть и линия, но нам нужно конкретно назвать плалинию. К сожалению, никто не получает балку. Это вопрос. Вопрос номер 4. Так именуют должностное лицо в охотничьих хозяйствах России, которые контролируют соблюдение правил природопользования и законов об охоте. Лесник? Ну, почти. Твой вариант? Лесничий? Нет. Лешие еще бы сказали, ребята. Егери-то, конечно же. Опять никто не получил. Заветную конфету. Какой город российского государства был столицей во время правления Екатерины Второй? Санкт-Петербург. Верный ответ. Размочил счет. Бери. Шестой, возможно, ключевой. Вопрос. В каких единицах измеряется физическая величина сила? Ньютоны. Так, сейчас, подождите. Кто был первый? Ты был первый. Ответ? Ньютоны. Ньютоны. Ответ верный. А очков поровну, поэтому седьмой вопрос ключевой. Итак. Это краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого. Не верю. Нет. Реплика. Реплика, верный ответ. Бери последний. Чупа-чупс. И объявляем, что Влад боролся. Почти победил. Но он сегодня просто молодец. А вот гарник. Молодец, чемпион. Поздравляю вас, ребята. С нашей игрой все было здорово. Я доволен. И благодарю вас за участие. И спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что с нами сегодня были. Арифедерчи. Ну, игра мне на самом деле понравилась. Я думал, будет что-то такое легенькое, но напряжение все-таки такое в воздухе было. Так что была очень интересная игра. Несмотря на то, что я не победил, игра мне все же понравилась. Потому что я думал, что будут очень сложные вопросы, а они были настолько легкими и простыми, что я даже удивился, что не ответил. Друзья, ну, сыром уже запахло, он уже даже подкипает. Сейчас вот он корочкой возьмется, мы достанем и вам все это дело продемонстрируем. Ну, какая-нибудь вот, уже под завершение, да, такая из недавнего какая-нибудь интересная история. Есть у тебя что-то вот такое? Ну, это же не всегда только рутина там вот эта. Да нет, конечно. По спасению человечества, какого-то вымирания. Вот, например, вчера вечером уже сидели, офис подопустил, это уже было после шести вечера. Ко мне заходит девочка, которая занимается закупкой вот всяких там медикаментов, инструментов. Ну, завскладом, по-моему, да. То есть, да, вот так вот, ну, как бы всем про все да про все приходит ко мне с таким большим шприцом. Я говорю, боже, я говорю, ты вообще откуда? То есть, я первый раз идет вот такой, в смысле. Она говорит, у меня есть предложение, давай откроем музей. Я говорю, какой музей? Она говорит, я сейчас разбираю старые коробки, которые там лохматых, там каких-то годов, да, там лежали. Вот, ну, причем нам их отсюда... А клинике уже сколько лет? 20 лет. 20 лет. 21 год будет. За 20 лет накопилось уже там артефактов. Да, вот мы все время порядки наводим, там клиника, особенно, когда где-нибудь там переезжает, закрывается, что-нибудь вот это вот собирается, вот, значит, просто ремонт на другой клинике, и оттуда вот все пособирали. Вот у нее руки дошли как раз все разобрать. И она говорит, давай откроем. Принесла еще какие-то штучки. То есть, какие-то медицинские приборы. Да, я говорю, а где это используется? Она говорит, да, мы сейчас используем это все одноразово, покупаем. То есть, если раньше это приходилось, все железом делали, да, то есть, сейчас уже, конечно, все не стыдно продвинутся. Технологии, конечно, очень сильно продвинутся. Все, как бы, ну, там проще, и мы же все равно все за то, чтобы это все было индивидуально, безопасно, комфортно, да, то есть, как бы, ну, многие обращают внимание, чем пользуются. Да, только стандарт, в общем-то. Вот, и вот мы вчера посмеяли, что, реально, мы первый раз это видели. Интересная тема. И твоя история сейчас дополняет. У нас сюжет сейчас, опрос будет про музеи. Ого, вот что-нибудь. И тема с музеями. Очень интересно. На самом деле, можно музей делать чего угодно. Ну, то есть, у вас музей медицинских артефактов. Можете какой-то свой музей. Посмотрите еще тоже опрос, там будет интересно. В принципе, все обычные краеведческие музеи. Мы сами с Хабаровска приехали. Ну, вот к нам приезжал музей шоколада, да? Да. Вот, там всякие из шоколада. Там красить можно было шоколад. Да, там красить. Мы сами изготавливали вот такие всякие штучки. Ну, интересно. Необычно, а так все, в принципе, обычные. Музей Челябинского метеорита, вот, в 2013 году, который приземлился, вот в этот музей ходил. Там обломки самого метеорита, ну, и фрагменты всевозможные. Все, что связано с этим событием, которое произошло. Ходила на скульптуры эти восковые, не оставила впечатления никакого. Мне нравится наш музей художников. Вот у нас в Уссурийске. Я ходила несколько раз. Мне очень понравилось. Посещал, нет. Только если по учебе как-то вместе, а так, нет. Не посещал, не читал никаких музей. Третьяковскую галерею и музей жертв Холокоста в Израиле. Третьяковская галерея была необычна тем, что пока я был маленький, 12 лет, большая выставка картин, живописи, золота. А жертв Холокоста то, что какие зверства происходили во время Второй мировой войны. Дорогие друзья, мы решили, у нас вот такой замечательный букет укропа в кадре стоял. Мы решили украсить блюдо, вот такое, веточка, не вишенка на торте, веточка на картошке. Полчаса у нас все готово, сыр такой даже дал корочку. Мясо мягкое, оно попарилось в этом соусе. Сейчас мы это будем пробовать. В общем, простой, замечательный рецепт мяса по-капитански мы сегодня сделали. У нас в гостях была Ксения Лученинова. Ксюша, ты можешь, пользуясь случаем, передать привет коллегам, родственникам, что-то пожелать нашим телезрителям. Ну, я хочу пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы не забывали про себя и про своих детей. И следили за тем, что кушаем, как кушаем и как лечимся. Ешьте вкусно, ешьте полезно и будьте здоровы.